МЧС России по Ямалу даст рекомендации всем школам округа перенять опыт работы на уренгойских образовательных учреждениях. Об этом заявил первый заместитель начальника ведомства Дмитрий Александров во время посещения двух школ Нового Уренгоя – 17-й и Кадетской. Ему показали, как местные учителя проводят занятия в рамках месячника гражданской обороны. За происходящим наблюдал Владислав Сельминов. Команда «Газы» прозвучала сегодня на очередном уроке в 17-й школе. Ученики изучают устройства противогаза, педагог рассказывает о его свойствах. За происходящим наблюдает заместитель главного спасателя Ямала Дмитрий Александров. Во время экскурсии по школе директор Виктор Кустов рассказывает об информационных технологиях. Многу со временем шагает не только учащийся, но и учителя, внедряя в работу новые методы. Это и сетевые формы сайт, это у нас и погружение пространства в Wi-Fi перекрытие всей школы. И когда, например, мы проводим некие конкурсы, мы детям даем QR-код, чтобы они своими девальсами определили вопрос, они на этот вопрос отвечают. Сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, наложить шину и забинтовать рану. Школьники в случае необходимости смогут оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. Они уже не раз спасали от смерти молчаливого манекена. Раз, два, три, четыре, пять. Закрываем нос, дуваем воздух. Учащиеся средних классов работают над созданием 3D-модели собственной школы, оттачивая топографические навыки и изучая новейшие разработки в сфере IT. На макете можно разглядеть эвакуационные выходы из здания, что особенно воодушевило сотрудников МЧС. По словам Дмитрия Александрова, школа удивила не только своими техническими возможностями, но и методикой работы учителей. Процесс передачи знаний академическим часом не ограничивается. Доведение информации до учеников, не только, скажем так, старшего класса, как это делается на уроках АБЖ, а тут полностью присутствуют информационные ресурсы, установленные по всем коридорам школы. То есть даже ученики первых начальных классов, они уже начинают с маленького возраста вникать в суд, допустим, того или иного какого-то ресурса. В частности, допустим, как сейчас идет у нас месячная гражданская оборона, то есть на всех информационных стендах идет информация по гражданской обороне. В кадетской школе упор делают на физическую подготовку. Помимо теоретических занятий здесь проводят военно-патриотические игры. Спасатели Ямала, побывавшие на экскурсии и в 13-й школе, увидели и оценили уровень подготовки учащихся. Знания основ гражданской обороны пригодятся всегда. Владислав Селинова, Артур Цвелюк, Служба новостей, «Импульс».